Ха-ха-ха! Который даст вам приятные бонусы, если вы по нему будете регистрироваться. Но я не буду задерживать, так что всем приятного просмотра. Так это АМР номера. Это правительство. Правительство. Согласен, мы менты добропорядочные, так что да. Мы не работаем на правительство, мы работаем на народ. На народ Российской Федерации. Согласен. Здравия желаю, я являсен. Почему припарковались не положены в месте без аварийного стоп-сигнала? Бензина не было. Бензина не было, почему без аварийного стоп-сигнала? Вы решили мысли написать? Я еще его не заполняю, понимаете? Для заполнения я могу ознакомиться с вашими документами. Так, хочу увидеть ваше лицензии с наваждением. Ну представляете, вот и лицензии нету с собой. Нету с собой? Ну ничего, паспорта достаточно будет, по системе проверено. Да, и паспорта нет, писать только эти вот... А, ну сейчас по базе, по номерам проверим. Хорошо. Так это вообще-то гост-транспорт. Хорошо. Иван Карченко, верно? Как? Иван Карченко или как вас зовут? Да нет, неправильно, я таки даже не знаю. Чаркинко. Я не могу вам сказать, как вас фамилия. Да блин, тоже таких не знаю. Как у вас фамилия признает? Может, Харченко? Харченко, хорошо. Иван Харченко, да, верно? Короче, мы выписали этому школьнику штраф за неправильную парковку. И как только он уехал после этого штрафа, смотрите, что было дальше. Ну это просто вообще мега сюр. Чё, 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 чё? Чё, чё, оформили? Подавайте жалобу, подавайте жалобу, либо вызывайте сотрудников ФСБ. Нет, ну вы сами понимаете, что вообще этот школьник несёт. Мы включили спецсигналы, чтобы выписать ему штраф, чтобы припарковаться позади него и выполнять нашу работу. После того, как мы выписали ему штраф, он отъезжает с этого места, становится позади нас и уже нам предъявляет за парковку, когда мы даже не успели отсюда отъехать. Потому что наш водитель находился в АФК, и он не мог сесть за руль, а у нас просто ранг не позволяет. Если у вас, гражданин, если у вас возникли какие-то вопросы, пишите жалобу, пишите жалобу. И вам точно ответят, я думаю. Только вы, гражданин, мне кажется, проиграйте в данном вопросе. Потому что вы являетесь, вы некомпетентны, понимаете, гражданин. И я мог сейчас вызвать сотрудников ФСБ, которые бы вас, скорее всего, увезли. Но, по крайней мере, я точно напишу на вас жалобу, так как вы являетесь некомпетентным сотрудником. Лично я так понимаю. Что еще вы думаете? Я больше ничего не думаю. У вас такая богатая фантазия? Я вам сказал, что вы являетесь некомпетентным. По моему субъективному мнению, вы являетесь некомпетентным сотрудником. Так что... Да, да. Зачем вы сейчас работаете? Потому что мы выполняем свои служебные обязательства. Если вы не читали внутренний устав, мне ничего не говорите. Согласно внутреннему справу, сотрудники ДСБ не имеют права включать мигалки, если они не выполняют свои служебные обязательства. Являясь нарушением, если мигалки включены для собственной выгоды. Только так. Так что можете... Не, понимаете? Я понял. Вы не читали внутренний устав, гражданин. Я это полностью понимаю. Я не знаю, как вы находитесь, как вы дослужились до данной должности. Мне это очень... Я думаю, сегодня я оставлю жалобу по поводу вас и по поводу вашей компетенции. Мне кажется, вам проведут разъяснительную беседу, гражданин. Товарищи, че-то мы пленны. В принципе, если у вас ко мне есть какие-то жалобы, жалобы к моим сотрудникам, пишите на официальный портал. На этом я хочу все вам сказать, гражданин. Именно. Сейчас зачем вы используете мигалки? Сейчас в служебных целях. Я все вам скажу. Служебные цели. Если у вас... Если, гражданин, если у вас есть еще какие-то претензии, пишите за лбу. Последний раз вам повторяю. Я больше с вами общаться не хочу. Вы бледный товарищ лейтенант. Ну и на самом деле, респект Егору Аксенову, что он не растерялся и, будучи обычным лейтенантом ДПС, он поставил этого школьника обратно на свое место. Причем не обычного школьника, а школьника из правительства в должности министра экономики. А должность министра экономики уже позволяет тебе увольнять и давать выговоры людям из других фракций. Так что это на самом деле очень смело, что он не испугался этого школьника и поставил его на место. Вадимка, Вадимка, не делай так больше. Да пусть едет, да не трогай, ладно, пусть едет. Блядь, все клавиатуру, оцей, я всю клавиатуру, сука, замарал. Блядь, ну поаккуратнее с такими выражениями. Ой, ой, ой. Оцей, у меня вся клавиатура в слюнях. Да он умрет сейчас, у него все, одно хп. Да потом его кровь будет на твоих руках. Я сейчас умру и так. Да, не жаль, если ты ж. Блядь, ну то что он творит. Ну он в больницу спешит, в больницу спешит. В больницу, очевидно, очевидно, да. Ну пусть в больницу доедет. Ну а я на этом ролик буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно пишите в комментариях свое мнение об этом школьнике из правительства. Кто прав, кто виноват. Я обязательно все комментарии почитаю, потому что я читаю все комментарии. И даже если я не отвечаю, то я всегда ставлю сердечко в знак того, что я прочитал ваш комментарий. Ну и конечно, играйте с вами на AmazingRP. Все подробности о проекте имеются в описании под этим роликом. Также у меня имеется свой промокод СТРИЖ, который даст тебе приятные бонусы, если ты по нему зарегаешься. Так что я тебя жду на желтом сервере. Ну а у микрофона был я, Никита СТРИЖ, и всем пока-пока.